приветствую друзья на связи андрей жариков как вы знаете позавчера в субботу 17 ноября прошла презентация новой книги клаудио энрике были опубликованы фотографии с этой презентацией а вчера 18 ноября прошла встреча на которой присутствовали а лидеры мастера и руководство компании айди а игл и буквально недавно где-то час или полтора назад было опубликовано следующее сообщение от руководства компании айди а игл сообщение на английском языке и я сделал перевод на русский приветствую руководство компании айди а игл в отношении различных вопросов и слухов хотела бы сообщить следующее первое джуниор аморал не является президентом айди а игл с этого момента он не имеет права использовать материалы активы или логотип с брендом айди а игл и больше не имеет отношения к этой компании а игл social gold coin и все другие коины не принадлежат джуниор аморал они являются собственностью компании икотек зарегистрированный в насау багамские острова которая принадлежит клаудио энрике дос анхас также известному как клаудио барак обама джуниор аморал никогда не был партнером или владельцем этой компании мы также сообщаем что клаудио энрике является либо владельцем либо основным акционером таких компаний как идентификейшн айди бразил тел поп компет и кей глобал компания кей глобал предоставила компании игл битрейд возможность работы с банковскими картами но этот контракт был расторгнут в связи с невыполнением условий контракта со стороны игл битрейд бывший президент игл битрейд джуниор аморал несет ответственность за биткоин кошелек который предположительно заморожен на бирже coinbase в результате финансовой ситуации в игл битрейд учитывая все выше изложенное айди а игл не будет вести совместную деятельность с игл битрейд и айди а игл будет работать как самостоятельная компания соблюдающая прозрачность и этику бизнеса мы ценим всех мастеров которые пришли в компанию айди а игл из игл битрейд поскольку они всегда заботились о людях и о своей команде и никогда не получали каких-либо компенсации от компании ни в каком виде будь то в биткоинах или каким-либо другим способом но продолжали поддерживать членов команды и готовы поддерживать компанию айди а игл мастера всегда добровольно выражали готовность помогать во всех проблемах с которыми мы сталкивались во время переходного периода руководство айди а игл планирует раз в неделю публиковать официальные новости через email рассылку или в бэк-офисе таким образом мы планируем решить проблему различных слухов и сплетен которые вводят в заблуждение партнеров компании руководство айди а игл не принимает вмешательства никакой третьей стороны компания не будет управляться на основе слухов для большей прозрачности ближайшие дни мы выложим информацию об организационной структуре компании мы будем постоянно совершенствовать функционал нашей платформы работать профессионально на основе моральных стандартов проявляя преданность и надежность мы будем регулярно проводить аудит чтобы обеспечить стабильной структуры и самой платформы данное обращение было зачитано 18 ноября 2018 года присутствие всех мастеров и лидеров которые прибыли на встречу с руководством айди а игл цель данного обращения поддерживать коммуникацию с партнерами мы хотим быть позитивными и двигаться вперед чтобы решить все текущие вопросы мы также прилагаем заявление написанное лично джуниором аморал и скреплены его подписью в котором подтверждается факт нарушения контракта а также еще одно заявление от джуниора аморал для сандры реберал в котором он берет на себя полную ответственность за управленческие решения повлиявшие на ситуацию в игл битрейт а также на контроль над средствами компании вместе мы сильнее заявление джуниор аморал заявление джуниор аморал сандры реберал руководство айди ай игл и было еще несколько сообщений от мигеля гомес в английском чате по нашей информации как вы видите из заявления можете убедиться что вины сандры в сложившейся ситуации нет джуниор ясно выразил что он принимает на себя ответственность за управление игл битрейт заявление на португальском где он выражает свою ответственность за ситуацию с двумя бруно и кошельком мы не выкидывали его имеется ввиду из компании лидеры и мастера а также руководство idea игл не было удовлетворено ответами которые давал джуниор аморал и мы решили действовать на благо 30 тысяч 945 участников сегодня будет опубликовано сообщение с нашим предложением вот так вот выглядит заявление написанное джуниором аморал на португальском языке и так какая картина вырисовывается на данный момент как вы помните несколько месяцев назад компания заявила что якобы проблемы начались когда два бруно один из них мастер-дистрибьютор и другой ведущий айти специалист бруно попола решили создать свою компанию и по сути начали с вести саботаж в компании игл битрей и средства компании уходили в неизвестном направлении компания стала терпеть значительные финансовые потери из-за этого даже если это и так даже если бруно попола действительно оказался нечист на руку ответственность тем не менее лежит на том кто назначил его на эту должность и кто дал ему в управлении финансы компаний а я так понимаю это десятки а может быть и сотни миллионов долларов то есть ответственность на джуниоры аморал как президенте компании который ну пригласил непроверенного человека и дал ему в управление по сути финансовые потоки компании не обеспечил надлежащего контроля ответственность на нем читаем пятый пункт бывший президент игл битрей джуниор аморал несет ответственность за bitcoin кошелек который предположительно заморожен на бирже coinbase в результате финансовой ситуации выгл битрей обратите внимание на фразу предположительно заморожен дело в том что по мнению многих как утверждает джуниор аморал что якобы средства заморожены на кошельке до сих пор что это неправда что деньги на самом деле были разморожены еще в августе месяце а переписка которую джуниор аморал приводит в качестве доказательств заморозки ну многие уже считают подделкой потому что среди лидеров есть профессиональные трейдеры которые торгуют на coinbase достаточно давно они прекрасно знают как должны выглядеть имейлы официальные от поддержки coinbase и то что показывает джуниор она не соответствует то есть возникло серьезное подозрение что джуниор элементарно сфабриковал по сути сделал фейковую переписку чтобы изобразить что средства заморожены до сих пор а на самом деле они уже разморожены как утверждается еще в августе месяце но если задуматься почему он так делает ну наверное потому что не хочет выполнять по каким-то причинам свои обязательства перед инвестором вопросов возникает очень много что касается наших средств инвестированных в игол битрейт насколько я понимаю ситуация остается все так же неоднозначной потому что даже вот простой факт с этими четырьмя тысячами биткоинов получается на данный момент никто толком и не знает наверное кроме самого джуниора аморала а деньги там все-таки на этом кошельке заморожены или разморожены да и ввиду этого мы руководство уже новые компании айди а игл понимает что ну невозможно людей там неделями и месяцами просто кормить завтраками тянуть резину надо уже что-то решать надо двигаться дальше ну и собственно они решили насколько я понимаю да двигаться будем но без джуниора потому что он можно сказать потерял кредит доверия но при этом мы должны понимать что те деньги которые мы инвестировали в игол битрейт тогда не мигеля гомеса не клауди энрике в компании еще не было то есть мы инвестировали деньги в игол битрейт который руководил президент джуниора морал то есть получается ответственность на нем обязательства на нем но поскольку мигель гомес и клаудио энрике они вот решили стать партнерами игл да и даже одна из компаний клаудио энрике как вы помните называется identification и они вот объединили айди соответственно с компании игл и получилось айди а игл совместное такое предприятие но они понимают что надо двигаться дальше только двигаться будут уже без джуниора и в принципе они готовы а для тысяч инвесторов как говорится 30 тысяч аккаунтов вот для тех инвесторов которые заходили в компанию еще до всех этих событий ну сделать компенсацию каковы будут условия этой компенсации я так понимаю мы узнаем уже в ближайшее время то есть должно быть опубликовано какое-то новое сообщение следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго